На этой неделе политическая система Израиля пережила очередной кризис. Правительству Беннета грозило вынесение первого вотума недоверия. 5 июля поставлены на голосование поправки к закону о гражданстве Израиля. Речь идет не о гражданстве в самом широком его смысле, а о праве на получение гражданства при воссоединении семей арабского сектора. С 2003 года, со второй интифады, поправка к этому закону требовала ежегодного продления. Очередной срок истек 6 июня. В последние годы укоренилась практика заключения браков между израильскими арабками и палестинками с территории автономии и из сектора Газы. В Израиль под предлогом объединения семей переезжают тысячи людей, за лояльность и надежность которых поручиться очень сложно. Все они считаются на территории Израиля людьми без гражданства, то есть мигрантами, ожидающими натурализации. Недавние события показали, как много совершивших преступления и замеченных в симпатиях к террору было этих самых новобрачных с той стороны. Эти люди претендуют на израильское гражданство со всеми правами, льготами и возможностями. Инициативы о продлении закона о запрете на подобное воссоединение арабских семей выдвинуты во время второй антифады и долго поддерживались в годы правления Ликуда и премьерства Бенемина Нетаньяху. Но тогда они были партией власти, а не оппозицией, как сегодня. А оппозиция по определению не может голосовать за доверие правительству и за законы, принимаемые ими. Несмотря на парадоксальность ситуации, в правой партии Ликуд и в национальном блоке Нетаньяху объявили о своем намерении противостоять продлению запрета на воссоединение арабских семей. Цель, конечно, не забота об арабском семейном счастье, а чтобы провал закона стал официальным вотумом недоверия правительству Бенета. Нетаньяху стремится получить такой дикой ценой новые доказательства не жизнеспособности правительства, а Бенет и Шакет. Новые основания обвинять Биби в предательстве национальных интересов ради личных политических выгод. Лидер оппозиции и его блок также требовали увязать поправку об арабско-палестинских семьях с проблемой нелегальных мигрантов из Африки и незаконных гастарбайтеров. Биби, которому со слезами на глазах целовали руки пострадавшие от нашествия африканских нелегалов жителей Южного Тель-Авива, палец о палец не ударил для наведения порядка в вопросах миграции. И не пресек в годы своего правления липового воссоединения семей из арабского треугольника Израиля и сектора Газа. И вдруг он поставил эти вопросы на одну доску, потребовав одинакового к ним подхода. В правой оппозиции действовали в данном случае по принципу «назло бабушке отморожу уши». В левой части коалиции поступили по велению сердец. В арабской партии Раам, еврейской Мерец и Аваде настаивали на мягких поправках к закону. Позволить нелегалам, живущим в Израиле со своими семьями, палестинским женам и мужьям получить вид на жительство и право на медицинское страхование и вождение автомобиля. И все-таки ранним утром, 6 июля, Кнесет отклонил представленное коалиции предложение с продлением действия закона о гражданстве на полгода. 59 депутатов проголосовали за законопроект, 59 депутатов проголосовали против. В случае ничьей при голосовании предложение считается неутвержденным. В оппозиции утверждают, что в связи с провалом голосования правительство должно подать в отставку. Однако в соответствии с действующим законом для падения правительства необходимо собрать 61 депутата. Партии нынешней оппозиции не могут предоставить такое число голосов. Это значит, что нынешнее правительство продолжит работать. Сейчас в Израиле находится 9 тысяч человек с визой на жительство и 3,5 тысячи с постоянным видом на жительство. Почти все они члены семей, созданных в последнее время израильскими арабами и палестинцами из автономии и сектора газа. Теперь, когда усилиями оппозиции и части коалиции исчезают ограничения палестинским женам и мужьям для натурализации в Израиле, их число может возрастать. За последние три месяца около 5 тысяч израильтян получили гражданство Арабских Эмиратов. Речь идет не только об израильских арабах, сколько об обеспеченных евреях сифарского и ашкенасского происхождения. По законам Эмиратов, получить гражданство можно инвесторам в экономику страны и активным предпринимателям в международном бизнесе. Этим воспользовались тысячи богатых израильтян. В окружении наследного принца Абудаби уже обеспокоились этой тенденцией. Некоторые, приближенные к трону, ставят под сомнение лояльность тех, кто получил гражданство. Они сохранили свое первоначальное гражданство, в данном случае израильское. И многие из тех, кто недавно стали гражданами Эмиратов, не говорят по-арабски, а их дети не прилагают усилий для его изучения. Эти люди не имеют никакого отношения к исламу, не знают обычаев, традиций и ценностей арабской страны. А один из критиков положения даже отметил, что эта ситуация с израильтянами может привести к тому, что демографический ландшафт Арабских Эмиратов будет странным и дисфункциональным.